Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале Эйтон ТВ, программа «Разбор полетов». Меня зовут Александр Вальдман. Вместе со мной в нашей Тель-Авивской студии замечательная гость, замечательная журналистка, советник мэра Тель-Авива Илана Михаэля. И по связи виртуально на этот раз замечательный журналист Лазарь Данович. Лазарь, рад приветствовать. Добрый день! Добрый день! Добрый день! Ну вот я сегодня, когда делаю эфиры, я всем говорю «добрый день», но подспудно держу в голове другую мысль, что день-то не самый добрый. Нам обещают так называемый герметичный карантин, но вот об этой герметичности у меня весьма своеобразное мнение. Может быть, я думаю, и у вас тоже. На примере я хочу это показать, нашего замечательного аэропорта Бен-Гурио. Правительство приняло, вернее, коронавирусная комиссия приняла замечательное, гениальное решение аэропорт закрыть на вылет. Но на прилет, в общем-то, все открыто. Пожалуйста, завозите нам из других стран коронавирус, тем более, что никаких проверок в аэропорту не делается. У меня первый вопрос к Лазарю. Лазарь, ты человек неравнодушный, это я у тебя прочитал. Я нигде не нашел, только у тебя на странице в Фейсбуке, относительно того, что привезли из России новых репатриантов, несколько человек, которых выяснилось, что у них коронавирус. Работники Министерства внутренних дел, Министерства абсорбции, которые отвечают за прием этих людей, отправлены в карантин. Новых репатриантов, как я понимаю, этих до сих пор не нашли или нашли. Поясни, что за ситуация, что за маразм, почему привозят нам в страну репатриантов, непроверенных на коронавирус. Хотя, кажется, сам Бог велел. Найти нигде ты это больше не мог, потому что это просто мой знакомый, хороший знакомый и бывший автор газет, в которых я работал. Очень эрудированный и талантливый человек. Он заболел, получил коронавирус, общаясь, принимая, потому что он сотрудник Министерства алиинтеграции филиала в аэропорту. Он получил эту болезнь, вирус, принимая двух, пару москвичей, репатриантов, которые прибыли 14-го числа. Я не уверен, что их не нашли. Скорее всего, их, конечно же, нашли, потому что они так или иначе все проходят карантин. И, наверное, он на них указал. Этого я не знаю. Я знаю, что человек заболел, чувствует себя неважно. И из-за этого он не очень молодой человек, не старый, но не очень молодой, но ближе к нашему возрасту. И я знаю, что в принципе их должны проверять. За это отвечает как отправляющая сторона, так и организации, которые участвуют в репатриации этих людей. Понимаете? Ну, вот эта практика говорит, что это абсолютно дырявая система. Что пусть, дескать, пусть они летят лишь бы от нас. Вот. Другого у меня нет объяснения. И безответственность, конечно, самих этих людей, которых тоже можно понять. С работы уволились, квартиры продали, вещи собрали, вдруг заболели. Что теперь делать? Что делать? Предупредить, оповестить об этом. К ним бы было иное отношение. А самолет, сам самолет мы ведь тоже должны иметь в виду. В котором мы летели. А там с ними еще пара сотен людей. Все говорит о том, что безответственность. Теперь, вот, почему-то подумалось, знаешь о чем? О том, что, как сообщили наши же СМИ, сообщали о том, что медицинский центр ШИБА, израильский, разработал уникальную технологию именно проверки пассажиров. Да, да. Лазарь, если ты не против, мы об этом поговорим. Я планировал вам задать этот вопрос, тебе и Илане. Мы ближе к концу его оставим на закуску. На вишенку, как вишенку. Ну, хорошо. Но твой вопрос мне заключался именно в судьбе вот этого. Нет, не только. Не только. Вообще. Дырявая система. Кто об этом думает? Они 19 часов обсуждают в правительстве открывать синагоги или разрешать демонстрации. Вот других дилемм нет. Хотя дырявый аэропорт с самого начала, что первая волна, что вторая, все остается в силе. Ничего не меняется. В чем причина, на твой взгляд, вот этого маразма? Он и будет дырявым. В распространенных Министерством здравоохранения правилах есть эта дыра. Она заранее предусмотрена, эта дыра. То есть, вылетов у нас в другие страны не будет. Потому что у нас, честно говоря, уже 2,5 миллиона улетело в предпраздничные дни. С желанием переждать там карантин. В этих зеленых странах. Но пока они летели и пока они там отдыхали, страны покраснели. Теперь они возвращаться будут, улетев в зеленые страны, будут возвращаться из не зеленых, а может быть даже из красных стран. Что с ними делать? Где выход? Далее. Господа паломники в Умань. Которые улетели числом немыслимым каким-то. Несколько тысяч, да. Несколько тысяч. Семьсот девять рейсов, как я прочитал. Отправлено. Они, да, не попали. Часть из них попала туда, часть не попала. Но большая часть, естественно, не попала. Вот. И она сейчас вернется из Пинска. И в каком еще они городе там белорусском отмечали Роша-Шана. Видимо, останутся там и будут там же отмечать остальные осенние праздники. Может быть, да, может быть, нет. Но, что так или иначе, их билеты надо переоформлять. Они куплены были. На другие даты. Короче, они прилетят. Что будет именно в порту? Как вы себе видите погоню? А там будут погони. Потому что они обязательно будут разбегаться. Это в их стиле. Это в стиле общественно-социального поведения. Уже будут их поджидать родственники на машинах, автобусы и так далее. И они будут всеми силами стараться избежать коронавирусного карантина и убежать. То есть, то, что произойдет именно с участием аэропортовских порядков, что произойдет после этого, я боюсь думать. Я боюсь, что у нас будет по 10 тысяч зараженных каждый день. И виноваты в этом будут. Конечно, не репатрианты где-то. Единичное пока явление. Хотя тоже плохо. Но виноваты в этом будут вот эти пассажиры, которые улетели обхитрить нас и хотят возвратиться, еще обхитрив нас. Вот, к сожалению, так будет. Наверняка у вас периодически возникает проблема с тем, что смотрят ваши маленькие дети или внуки. В интернете хватает мультиков, которые учат маленьких детей считать или отличать красный цвет от зеленого. Но очень мало мультфильмов, которые рассказывают детям о том, как жить в обществе и как в этом обществе нужно себя вести. Новый анимационный фильм «Тюби-Дубики» от создателей ТОН-ТВ рассказывает малышам о самых важных вещах в жизни. О том, что такое совесть, почему нужно говорить правду, почему нельзя брать без разрешения чужие вещи и о многом другом. «Тюби-Дубики» напоминают мультики нашего детства, где герои всегда были очень славными и симпатичными, а добро всегда побеждало зло. Милые котята заставляют полюбить себя, и ваши дети их тоже полюбят. Каждую неделю на YouTube-канале «Тюби-Дубиков» появляются новые серии. Чтобы не пропустить их, зайдите по ссылке в описании под этим видео и подпишитесь на канал нового мультфильма. Смотрите «Тюби-Дубиков» вместе с нами. Илана, хочу тебя вот о чем спросить. Не о прилетающих, а об улетающих, скорее всего. Потому что на днях выяснилось, что несколько семей, в которых были больные коронавирусом, успели вылететь на отдых одни в Турцию, другие в Сербию. Их никто не остановил, никому они, естественно, не доложили, что у них в компании больные. Когда стали разбираться, выяснилось, что, оказывается, Минздрав и МВД до сих пор не создали единый интерфейс для обмена данными. Тебя это удивляет или нет? Нет. Меня это не удивляет вообще. У нас, по-моему, до сих пор нет интерфейса единого, например, между управлением в Министерстве транспорта по выдаче права на вождение автомашин и, например, службой психиатрического здоровья Минздрава. Поэтому сегодня люди психически больные, неуравновешенные и опасные для общества могут водить машины. Потому что нет корреляции, например, между этими инстанциями. Это уже об этом говорится уже десятки лет. Абсолютно бесполезно. То, что мы видим сегодня в этом смысле, в смысле короны, я вот что хочу сказать. Создается такое очень нелестное для нас какое-то ощущение, что нельзя все свалить на правительство. Вот честно. Можно на них, они такие, они растаки, они не вовремя приняли светофор, ни зеленые, ни красные, ни оранжевые тут не решили, там запретили и так далее. Но простите меня, а люди, вот те люди, которые с коронавирусом летели за границу, они что? Они что? Что они себе думали? Они заразят остальных. Они ведь, это же люди, потенциальные убийцы. Потому что если вы в их окружении, в самолете или где-то, были люди с ослабленным иммунитетом. Они, может быть, им подписывают смертный приговор, вы понимаете это? И проблема в том, что здесь, в нашей чудесной стране, да фига, извините меня народу, которым наплевать. Ну наплевать им тотально. Я сталкиваюсь с этими людьми ежедневно. Вчера, я просто вам даю пример, я была свидетелем в так называемом русском магазине в Петахтыкве, в спор, в который вступили две женщины. Одна пришла и гуляла, маска у нее на подбородке, и вторая сделала ей замечание. На что она сказала? Чего привязалась? Все равно ты помрешь, так не от короны. Ответила представительница нашей доблестной элиты, так сказать, на замечание о том, что надо ходить в маске для того, чтобы... Да. Если это отношение людей, это сплошь и рядом. И если это отношение людей, тогда чего мы хотим от правительства? Правительство есть зеркало своего народа, так же, как народ есть зеркало своего правительства. Поэтому идиотские законы, которые здесь принимаются, они принимаются, потому что народ себя ведет по-идиотски. И получается, одно тянет в другое. Смотрите, почему у нас в аэропорту, продвинутой стране, высочайших технологий, до сих пор нет лаборатории по проверке на коронавирус? Как такое может быть? В большинстве или практически во всех столицах мира есть такая лаборатория, только у нас ее нету. Почему? Как вы думаете? У меня есть своя теория. Вы, конечно, можете сказать, что это теория заговора, да? Я думаю, что у нас с тобой одинаковые теории. Да, в первую очередь, чтобы не проверять ни эти 17 тысяч, которых нам, Ешива, Бухарем, завезли, не граждан, между прочим, якобы на годок поучиться в Ешивах за наш с вами счет, чтобы их не проверяли, чтобы не проверяли те, которые изумани, чтобы не проверяли, простите меня, грабы с покойниками, которых везут здесь после короны из Бруклина, хоронить богатых на частных самолетах и так далее, и так далее, и так далее. То, что произошло с этими двумя репатриантами, это не их вина, это вина сахнута. Или отправляющие организации, как можно отправить людей в репатриацию, не проверив. В это время на коронавирус. То есть редкостное головотяпство, да, редкостное. Ведь они же теперь, все те, кто с ними летели, кто их принимали и так далее, то есть как минимум 300 человек из их окружения должны уйти в карантин, так? Из-за двух человек. Потому что кто-то в Москве, отправляя их, не пошевелил мозгами, к сожалению. И это происходит сплошь и рядом. И вопрос, конечно, кто-нибудь когда-нибудь начнет шевелить у нас мозгами или нет. То же самое возьмите молитвы и демонстрации. Да, идет отчаянный спор. Сколько будет можно молиться, столько можно будет участвовать в демонстрации. Взяли, связали одно с другим. Я лично, не будучи правым человеком, не будучи левым, я вообще не хочу себя причислять сейчас. Никакой партии, я не состою в партии. Я говорю сейчас о здравом смысле. Люди имеют право на демонстрацию, мы в демократической стране. Но, ребята, остановитесь. У нас сейчас эпидемия. Подождите неделю-другую, не надо этого делать. Точно так же, как наши религиозные собратья. Да, Йом-Кипур, судный день. Да, так, ребята, идите, замаливайте свои грехи перед Господом Богом в одиночестве. Вообще, по-моему, вера в Бога, в Господа, в Высшее, это очень личное чувство между человеком и Господом. Ты веришь, что в Йом-Кипур они пойдут молиться в одиночестве? Нет, я не верю. Надо, чтобы видели, что они молятся. Я не верю в том-то и несчастье, что я верю, что они не будут молиться в одиночестве. И с моей точки зрения, это является показушным актом политическим для того, чтобы показать, кто в этой стране хозяин, кто может себе позволить постоянно перегибать палку. Это религиозные партии, которые, понятно, Натаньяу зависят от них в плане коалиции. Проблема-то ведь в том, что Йом-Кипур ты не проверишь никак, кто нарушает, а кто соблюдает. Почему? Ну, как, никто не работает, запрещено движение и прочее. Ну, как минимум, можно посетить песочком в ближайшие синагоги. А выписать штраф? Писать нельзя. Нельзя писать штрафы в судный день. В судный день надо молиться, замаливать свои грехи для того, чтобы потом целый год грешить снова. Поэтому столь важно, чтобы все видели, что вы замаливаете свои грехи. Вы, не дай Бог, не можете замаливать свои грехи в одиночестве в темной комнате, как нужно было бы очень многим, между прочим, которые согрешили. Лазарь, Илана погрешила тут на наш великий еврейский народ в какой-то степени, на простых людей. А может быть, все-таки, извини за банальность, рыба тухнет с головы. Я имею в виду двух советников премьер-министра, которые нарушили условия карантина и которым предложили, ну, они согласились выплатить штраф в пять тысяч. У меня, помимо того, что вопрос рыба тухнет с головы, а может быть и штраф в пять тысяч слишком мал для того, чтобы научить людей соблюдать те нормы, которые предписаны. Прежде чем вернуться к господам, которые нами правят, и господам, которые прислуживают тем, кто нами правит, я тут в интернете у одного очень уважаемого умного человека прочитал совершенно замечательную, как бы, мудрость. Чуть-чуть напоминающую высказывание Голдемейер. И вот, что я у него прочитал. Когда пройдет коронавирус, когда израильтяне начнут любить своих родителей с той же силой, с какой они ненавидят друг друга. Это правильно, то, что говорила Илана. Действительно, социальное поведение характеризует нашу страну, ее население с очень неприличной и неприятной точки зрения. Даже по сравнению с менее развитыми, менее дружными и населенными народом с менее трагичной и сложной судьбой. Вот, к сожалению, у нас так происходит. Теперь о правящих. Вы знаете, что они обсуждали со всей силой своей политической страсти, насколько уменьшить свою зарплату на 20% или на 10%. И мужественно согласились на 10%. Не смолодушничали, не 20%, а мужественно согласились убрать у себя 10%. Как известно, у нас один депутат стоит 120 пенсионеров. Потому что у нас в зарплату одного депутата спокойно влезают 120 пенсий. Средний. Известие такое, что когда будет готова вакцина и опробована, и начнется вакцинация, знаете, с кого она начнется? Она начнется не с групп риска, она начнется с министров и депутатов КНС. Ну, это скорный вопрос, я думаю. Даже с точки зрения практикуемого ими популизма, это наоборот, первый сделает себе премьер-министр. Для того, чтобы показать, что это не страшно. А ты так это понимаешь. А я иначе, я понял, что это для того, чтобы, не дай бог, умирающая страна не осталась без здорового руководства. Вот, я думаю, что это руководит все-таки данным пунктом. Теперь. Гниет ли рыба с головы? Это два помощника. С кем эти помощники имели дело? Они имели дело с очень широким кругом лиц. Не говоря уже о своих шефах, они имели дело с точно такими же доверами-помощниками. Потому что, как правило, этот пул, он достаточно тесно общается и не расстается. Вот. Они имели дело, видимо, с теми людьми, к которым наезжали их министры. Вот. То есть, круг огромный, широкий. Но они хотели продолжать работать на своих хорошо оплачиваемых местах. Не уходя в карантин и на болезнь. Потому что наверняка и болезнь протекала у них не очень бурно и не очень тяжело. Не так, как у, не дай бог, у людей, которые заболели в домах престарелых и в других местах. Вот. Что касается Йом-Кипур, да, Йом-Кипур принесет огромное заражение. Огромное. Потому что, как бы ни говорили о некой регуляции в синагогах, никто ничего регулировать не будет. И ты прав, это остановить невозможно. Если в большой синагоге, куда может, могут войти сотни людей, будет один больной, заболеют сотни. Если в маленькой синагоге, куда может зайти 25 человек или 30, вот, будет один, то тоже заболеют 25 или 30. Как они будут распространять себя потом эту болезнь, трудно даже предположить. Но зато они замолят грехи. Честно говоря, в Йом-Кипур постятся и идут в синагогу далеко не только ультраортодоксальные или, ну, крепковерящие. Я не буду никого показывать пальцем и делать никаких признаний. Но в этот день этим занимаются и люди, которые считают себя, ну, соблюдающими традиции, не обязательно истовы верующими. Правда ведь? То есть, умножьте еще и на эту категорию. Мое мнение, которое, конечно, никто не послушает, а уж тем более никогда не послушает, дребезжащий просто, дребезжащий от прикосновения ультраортодоксов премьер-министр. Никогда этого не будет, если он будет до сих пор, как он и делал до сих пор, угождать только им, бояться только их. А в принципе, надо на этот день запретить, как коллективное моление в закрытом помещении, в закрытом, я опять-таки подчеркиваю, на улице, на воздухе, с соблюдением дистанции, можно таким же образом замолить свои грехи, как говоришь. Не запретили им, не запретили. Лазарь, сейчас я задам Иланию. И точно так же запретить, просто железно запретить демонстрации, подемонстрируйте потом. От этой демонстрации будет зависеть сейчас смена власти? Нет, не будет. Какие-то изменения в политической жизни? Нет. Это только ваше мероприятие. Это мероприятие перенесите на чуть потом. Или собирайтесь по 20 человек, не отходя одного километра от дома. Демонстрируйте перед голубями. Лазарь, теперь я задам Илане вопрос относительно замечательного прибора, возвращаясь к теме аэропорта Бангурион. Я прошу тебя тоже подключаться к этому обсуждению. Появилось как раз на днях сообщение, что в больнице Шиба и совместно с одной частной компанией разработали прибор для так называемого полоскательного теста на коронавирус. Там способы спектрального анализа, наличие микроскопических включений и прочее. Прибор замечательный, уже прошел испытания в больнице, 400 человек проверились. Теперь будут проверять его в двух аэропортах в Западной Европе. Как сообщается, если... Сразу в цити трех странах. Это потом, если пройдет положительный, если будет положительный результат, то потом еще в 23 аэропортах Европы. Про аэропорт Бангурион в Израиле, наш замечательный Тель-Авивский, ничего не говорится. Где наше родное государство в этой ситуации, Илана? Трудно сказать. Трудно сказать, не увлекаясь рифмами. Поэтому я скажу так. У нас происходит странная ситуация. Буквально пару недель назад, апропо, я прослушала интервью с одним известным ученым, врачом, который сказал, что у нас разработали вообще тест на коронавирус, который буквально за 60 секунд там... Да-да, это он и есть. Это он и есть. Да-да-да. Но он не обязательно для аэропорта, кстати. Совершенно верно. Он для всего. Но он эффективен там, прежде всего. Но я слушала это интервью. Он может быть эффективен, где хочешь, благодаря этому тесту. Можно проверять учащихся при входе в школу, и таким образом не сажать их на дистанционное обучение. Можно проверять людей на местах работ больших, можно много чего сделать. И он сказал, что к его, к сожалению, израильское государство не хочет с ними сотрудничать, не хочет, не заинтересовано. Есть своя политика у нашего Минздрава, якобы, это я говорю по его словам, который предпочитает действовать по старинке, закупать те проверки, анализы, которые уже закуплены. Имитацию деятельности. Да, и не вступать с ними, в общем-то, ни в какие контакты. Я вам хочу сказать, что, к сожалению, в истории нашей страны это не первый случай, когда замечательные наши технологические достижения в первую очередь продаются за границу, и в последнюю очередь приходят к нам. Это касается очень многих разработок в сфере дистанционного управления, умного города, всяких разработок в сфере безопасности, сельского хозяйства и так далее. Все сначала уходило за границу, потому что косность наших бюрократов, она шкалила за все пределы, и поэтому вся эта информация уходила в первую очередь от нас. Ну, к сожалению, видимо, с этим изобретением происходит то же самое. Мне очень жаль, обидно, больно и стыдно. Это то, что я могу сказать. Лазарь, а как ты считаешь, может быть, все дело не только в косности чиновников, но и в их уровне образования, прежде всего, уровне интеллекта? Может быть и в этом, но, поверьте мне, здесь больше коммерции, чем всего остального. Я думаю, что разработчики вот этого способа, они объявили цену своего способа. Потому что они написали такое стратегическое письмо, как тут пишется, стратегическое. Про стратегическое там, значит, указывалось и будущее, и цена вопроса, и так далее, и так далее. Решили, да ну вас еще, мы будем вам платить. Когда платишь внутри своей страны, это совсем меньше прилипнет к рукам, если ты общаешься с другой страной. Понимаешь? К сожалению, вот эта ситуация, вот эта ситуация, она тревожна вот еще чем. Я боюсь предположить, что начнется, когда действительно будет разработана и испытано, и станет верной и правильной вакцина. Мы уже дали, так сказать, некие гарантии модерне, американской. Да. Что мы ее купим. Видимо, согласились с ценой. Вот. Что это за цена, нам не скажут. Какие другие страны или другие фирмы окажутся проворнее или надежнее, мы тоже пока не знаем. И что запросят они. Я думаю, что история с этим вот повоскательным тестом, она не столько унизительна с точки зрения, что вот Шиба разработала, у Шиба не купила государство. И зато купят 23 аэропорта. То есть, 24-м в начале списка должен был быть Израиль, безусловно, но не стал и не станет. Это, по-моему, вопрос только денег. Что начнется, когда будет вакцина? И когда начнется коррумпированное, в полном смысле слова, вакцинирование, а оно будет коррумпированным, это уже понятно. Это уже видно по тому, как к ней подкрадываются некие группы лиц. И как это будет спекулятивно распространяться, то есть, с точки зрения не спекуляции, как спекуляции фактами или домыслами, а спекуляции, как спекуляции. Спекуляция, то есть, продажа своим того, что у тебя есть. Вот чего я боюсь. Лазарь, спасибо, Иван, хоть что-то добавить? Да, я хочу, учитывая, что мы записываем нашу программу накануне судного дня. Я хочу обратиться к нашим зрителям, любимым, к вам, мои друзья, и сказать, что я желаю всем доброго года, желаю всем здоровья, беречь себя, использовать свой разум себе на благо и на благо своим близким. И пусть у нас у всех в следующий год будет веселее, еще веселее, еще интереснее, чем этот. И я напоминаю всем, что главное, это что? Не терять чувство юмора. Ну да. Вот. Поэтому, хорошего года, дорогие друзья. Спасибо. Да, спасибо, Лазарь, Гмархатиматова. Ладно, тебе, Гмархатиматова, как у нас говорят. Гмархатиматова. Главное, чтобы следующий год у нас все-таки был. Спасибо. Спасибо. Спасибо, друзья. Будьте здоровы. Всего самого доброго. До новых встреч. До свидания.